Уличный рынок в Северном не могут поделить фермеры и дачники. И стычки, по их словам, происходят каждый день. Изначально торговую площадку строили для фермеров из соседних районов, но они на рынке и гости редкие, ряды пустеют, а поторговать бесплатно всем желающим не получится. Сбор за место 50 рублей. Того, кто платить не хочет и встает рядом с рынком, выгоняет охрана. Нас его лишают, выгоняют. У нас там машины мы не ставим, мы приезжаем, привозим. Кто в тележке, кто в сумке ходячей. И теперь приходит охрана и сгоняет нас туда. Если мы на 300 рублей продали, значит 50 мы должны отдать здесь за место. Ну, мы какие доходы имеем, миллионные что ли. Я приезжаю за 100 километров раз-два в неделю. Люди постоянно работают, мы к ним претензий не имеем. Они тоже должны жить как-то и выживать. Торгуйте, но они занимают хорошие места. Нас ставят куда-то на затворки. Мы не можем продать, мы привозим и обратно увозим. Руководство рынка объясняет, дачники отбивают клиентов у фермеров, иногда и у других садоводов, которые пользуются платными местами. Потому что встают нелегальные торговцы рядом с административными зданиями, где проходимость куда выше. Проблему можно решить, если сделать торговлю бесплатной, рассказывает депутат городского совета Роман Крастилиев. Единственный выход из этой ситуации действительно только создать дополнительные социальные ряды, чтобы они были свободны от какого-то административного ресурса, частной компании. И таким образом все смогут, если у нас свободно, прийти и торговать. А уже между собой все люди общаются, они договорятся, где кто конкретно будет находиться. Но в администрации объясняют, расширять рынок и ставить в социальные ряды негде. Кроме того, на нелегальных торговцев, дачников часто жалуются местные жители. Садоводы занимают парковку и мусорят. Охрана же выгоняет их законно, а в будущем торговцев начнут еще и штрафовать.